Почему образуются общие электронные пары, которые связывают все атомы, вещества? Рабочее место учителя в этом классе выглядит своеобразно. Ничего не поделаешь, ученики тоже особенные. У каждого солидный срок за совершенные тяжкие преступления. Убийство, грабеж, распространение наркотиков, терроризм. Учитель заходит, закрывается изнутри, ключ находится у нее, соответственно, она здесь находится. В случае необходимости написания учебного материала, здесь на постоянной основе в период обучения находится сотрудник дежурного. Кнопка безопасности, значит, вот она обеспечена. В случае нештатной ситуации учитель имеет возможность нажать указанную кнопку. И силы и средства надзора для обеспечения безопасности сюда прибывают незамедлительно. В коридорах постоянно дежурят сотрудники. В дверях классов стеклянные окна, чтобы следить за учениками. Каждый, кто учился в школе, помнит традицию. Когда заканчиваются уроки, нужно обязательно поднять стул на парту. Здесь этого сделать в этом классе не получится, потому что вся мебель прикручена к полу. Правда, за всю историю существования школ в колониях случаев нападения на учителей не было. Ругнуться матом друг на друга ученики, конечно, могут. А в остальном... В принципе, на уроках у меня поведение адекватное. Все ведут себя достойно, как ученики. У нас не бывает особых конфликтов. По словам учительниц, они не интересуются статьями, по которым осудили их учеников. Впрочем, альбом с фотографиями, самых опасных, им все же выдают. Тоже для безопасности. Количество учеников в школе каждый год меняется. Кто-то выходит на свободу, кого-то только привозят по этапу. Молодые люди, до 30 лет не имеющие аттестата зрелости по закону, обязаны сесть за парту. Остальные делают это по желанию. Первый раз в первый класс в этой школе отправляются даже пенсионеры. Все равно выйдут из этих стен, они будут нашими соседями, они будут нашими друзьями наших детей, допустим. Правильно? И это не исключено. Поэтому, в общем-то, мы стараемся, чтобы они как-то адаптировались к будущей жизни. Ребятки, что мы можем сказать о жизни Катерины до замужества? Именно ребятки. Педагоги отмечают особый психологический феномен. Попадая в седьмой класс, взрослые дяди вдруг начинают чувствовать себя подростками-семиклассниками. Жизнь и смерть, любовь и ненависть, преступление и наказание. Полезная для души русская классика «нет-нет», да и натолкнет на философские раздумья. Я переосмыслил и стою на пути исправления. У меня нет взысканий, нет нарушений. Я такой положительный заключенный. С аттестатом зрелости на свободе проще найти работу, устроиться в жизни. Об этом написали выпускники школы в журнале благодарностей. В благодарность и концерт, ко дню учителя. Его сегодня готовят в соседней аудитории. Екатерина Машковская, Анатолий Холин. Новости.